сегодня мы смотрим продолжение жуткой истории про и сипи горку пожирателя именно так кто не видел первую часть посмотрите здесь всем привет кисы и коты добро пожаловать на мой канал сегодня мы с вами смотрим про сипи горку которая очень 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 опасно все кто за три секунды поставит лайк и подпишется на мой канал к вам сегодня ночью не придет и сипи горка 3 2 1 ноль поставили молодцы но мы начинаем что же будет что же будет дедушка ивана порыва его петр кузьмич был настоящей легендой долгие годы он возглавлял полицейский участок и благодаря его стараниям их район читался самым безопасным портрет порыва его старшего висел в полицейском участке на самом видном месте какой и когда в отделение пришел работать внук петра кузьмича ну как семейное дело конечно же ждали от него таких же а внук уже знаете из нашего поколения вот такой я тик ток снимаю очень скоро иван порываев разочаровал своих коллег он боялся стрелять из оружия был излишне бежлив даже с самыми отъявленными преступниками и очень не любил физические нагрузки педалага игру тик ток снимать на самом деле иван порываев никогда не хотел быть полицейским а кем но ему как единственному внуку петра кузьмича самого детства говорили что он должен пойти по стопам своего легендарного деда и когда пришло время выбирать профессию иван не стал сопротивляться иногда он думал что когда-нибудь все-таки сможет раскрыть какое-то запутанное преступление например прориси пегорку мне кажется вот он для этого сюда и пришел чтобы узнать а дедушка наконец-то получит повод гордиться давай пока пусть тебя она не сожрет но все особо важные дела доставались коллегам и мужа чаще всего доверяли поиски пропавших домашних но это тоже хорошо однажды вечером когда иван уже собирался уходить выход деление появилась элегантная девушка очень напугана и что же она рассказал и в чего она рассказала дежурного полицейского и потерялась некая семья завела себе страшное существо которое опасно для мы не знаю а возможно даже и гор мы девушку знаем до дежурный унылым голосом спросил о каком таком существе идет речь девушка сказала что речь идет о горке по капец ну давай сходи посмотри он посоветовал ей обратиться к доктору а муж сам обратишься к доктору если ты извини дорогой ты пойди к доктору а не она ты во первых работаешь по своей нелюбимой профессии так кому это нужно идти к доктору тебе ли ей давайте-ка логично расстаемся расстроенная девушка вышла из полицейского участка вся в слезах ивану порывай его стало немного обидно за нее он налил в одноразовый стаканчик воды из кулера и вышел следом за девушкой вообще-то вода в кулере была только для сотрудников участка но иван часто наливал ее всем желающим какой щедрый блондинка сидела на ступенях полицейского участка и вытирала слезы полицейский протянул ей стакан воды сел рядом и представился ну вот это уже не ранее на работе вообще не происходит к и сказал и данка почти порываев извинился за своего коллегу и попросил девушку еще раз рассказать о том какое существо угрожает их район он поклялся честью своего знаменитого деда что не будет сменяться над ее рассказом ты уже поржал кати поведала ему историю о том как переехала в этот район несколько дней назад и вы тут началось у которого пропала внучка и когда она пошла искать девочку то нашла ее внутри детской горки девушка прыгнула вниз головой внутрь горки чтобы вытащить ее но застряла то в то время как девочка выскользнула из горки целое и невредимое глотнув еще немного воды девушка рассказала что спасла ее из этой горки одна бабушка которая и поведал это да я видела все в прошлой серии это было жутко который прикидывается нормальной горкой монстр который прикидывается нормальной горкой этой горки бесследно исчезают в конце катя добавила что по ее данным нет ну слушайте ну такой правда поверить сложно согласитесь ну вот как в это поверить но это же невозможно практически не мог там иначе рассказа что горка жрет людей и я бы сходила проверить я вот именно из тех людей которые пойдет и проверит помогают ей находить жертв частности внучка специально застревает горки и выступает в качестве приманки завлекая людей внутрь иван был удивлен такому рассказу с одной стороны он не верил девушки с другой струбопытство так убедительно в качестве доказательства проблема знаете в чем что его как бы не особо уважают в его отделении и под поэтому сейчас он пойдет убедиться потом он вернется обратно расскажет это своим коллегам и не скажет ну точно дурачок ства девушка достала из сумки широкий металлический браслет и показала следы от зубов горки пожирателя иван пообещал что попробует разобраться в этой истории у ивана притча класс и телефонами это ушла оставив на ступенях пустой одноразовый стакан со следами розовой помады иван достал телефон и позвонил дедушке который после выхода на пенсию жил на даче и разводил уток немного сбив чего иван поведал порывая его старшему рассказ про горку пожирателя но к удивлению внука дед не рассмеялся в ответ он что-то время а потом сказал что слышал о таком монстре повезло то как в некоторых районах людей правда пропадали на детских площадках вот-вот теперь это сплотит их он порывая в младший решил во что бы то ни стало распутать это преступление и позвонил кати уже через час кати иван были около той самой детской площадке где она чуть не погибла горка стояла на месте полицейскому все еще до конца не верилось что это обычная с виду горка может быть монстром он поделился своими сомнениями с девушкой но она попросила его не торопить события и наблюдать внимательно и так горка похоже на горку что же будет дальше и люди перестали ходить мимо горки у нее неожиданно открылись глазки за горка но тут смотрите на реакцию полицейского трела в разные стороны как будто кого-то ждала иногда при этом громко вздыхать офигеть вот вот оно через какое-то время кати иван услышали шаги кто-то приближался бабуля со стороны или его дед порываев хотел выйти из засады чтобы предостеречь людей об опасности но катя схватила его за руку и шепотом велела ждать на детской площадке это они это не злодеи самые благодаря которым девушка чуть не погибла девочка стала обнимать горку и щекотать горка счастлива захрюкала а это же домашнее животное типа улыбки обнажив острые зубы глаза горка блаженно прикрыла дедушка достал из сумки гамбургеры и стал кидать их горки в рот горка чакала капец они гамбургерами кормят его я так есть захотела кать но ивану нечего было достать он никогда не носил оружие врачом что для поиска домашних животных она ему не требовалось собою порыва его были только наручники катя схватила сухую ветку отломил ее так чтобы в темноте она была похожа на пистолет и дала ее его капец блюд полицейский зачем она его взяла и выскочил на детскую площадку девушка и внучка в ужасе уставились на полицейского горка перестала улыбаться и жевать она сейчас набросится злыми она оскалила зубы но она же не может бегать порываешь еще раз повторил свою команду но уже менее решительным голосом так не вот антифеат действовать если тебя не слушают дедушка встал на колени сложив руки на затылке внучка тем временем быстро вскарабкалась наверх горки иван осторожно подошел к дедушке собираясь надеть на него наручники в эту минуту луна выглянула из-за туч и пенсионер увидел что вместо пистолета у полицейского сухая ветка он вскочил со скорость ха сейчас капец чего нет и грубо толкнул порыв но даже деду не может дать или чё за полицейский отлетели в сторону сейчас девчонки опять придется все делать самой девочка громко прокричала вас горка стала вытаскивать из земли свою получается ходить оказывается надвигалась на полицейского который все еще сидел в недоумении что опять это тетеньки все спасать стоял рядом с внучкой девочка злобно смотрела на полицейского она прокричала еще одну команду и горка неожиданно подняла свою вот это опасно скатываются люди и со всей силы обрушила на полицейского который она часто сожрала кати испуганно смотрела на все происходящее она понимала что ивану не справиться в одиночку она достала телефон и вызвала полицию сообщив им что на их коллегу напала опасное существо закончив разговор она выскочила на площадку помогать новому другу ну конечно же я опять в этом розовом платье придется спасать этого дура я уже говорила так кто он он не может даже встать давай капец она же железная еще и зубами но за секунду до удара катя оттолкнула полицейского парень и девушка лежали на земле вставайте сейчас опять дедушка прибежит и начнет их спасать нет это парень безнадежный тоже были в бешенстве горка громко стучала своими железными ногами приближаясь к ванной кати полицейский вскочил схватил валяющиеся на земле чем они ему помогут и пристегнул ооо вот это хороший вариант но она же сильная о получается он задержал горку о дедушка едет отлично и куда же они делись секунды принял вид обычные горки размахивая удостоверениями они наверно не поверят сейчас порядка прибежали на детскую площадку но вместо монстра увидели обычную горку которая уже перестала быть монстром и была пристегнута наручниками к ограждению катя иван заглядывали внутрь пытаясь понять куда же пропали дедушка и внучка полицейские были в бешенстве а самый главный из них прокричал ивану что увольняет его блин могла пыталась доказать им что горка и правда живая но ее никто не слушал иван неожиданно заулыбался почему он рад что его уволили спасать людей он может и без погон он повернулся к катя и поцеловал шептал на ухо мы сами я тебя съем и всем докажем что вы правы и поцеловал ее в щеку может герой любовник а не полицейский любовь любовь классное видео посмотрим что будет дальше ставьте лайки подписывайтесь на мой канал и вас очень люблю целую пока